Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании Тикмил и семья Артур Изятулин. Раненые к неделе крупный коммерческий банк США, Bank of America, увещевав участников рынка приготовиться к слабым розничным продажам в январе, основывая прогноз на внутренних данных по расходам SCARP. Вот здесь представлен график, на котором даны официальные данные по розничным продажам в США от Бюро переписи, а также внутренние данные от Bank of America. Видно, что схожесть графика очень высокая, что обославливает высокую предсказательную способность внутренних данных банка. Этот отчет предсказывал, что снижение розничных продаж, не включая автомобили, составит 0,3% в месячном выражении, что стало бы худшим значением примерно за три года. Что касается декабря, сезонный всплеск расходов, в том числе новогодних, не позволял ожиданиям испортиться, консенсус составлял 0,1% роста в месячном выражении, что, с одной стороны, отражало бы замедление на фоне прошлых лет, и одновременно соглашаясь с позитивными отчетами о продажах, о которых рапортовал, например, Amazon. Но тут произошло нечто очень интересное. Данные, которые вышли в четверг, показали, что широкий индекс розничных продаж в США снизился на 1,2% против 0,1% прогноза. А розничные продажи в контрольной группе сократились на 1,7% против 0,4% роста прогноза. Падение широкого показателя вот этого стало максимальным за 2009 года. Продажи в контрольной группе упали настолько, что хуже было только после террористических атак в сентябре 2001 года. Пострадали практически все категории расходов потребителей, особенно бросается в глаза падение онлайн-продаж на 3,9%. В то время как Amazon представил полярные впечатления о новогоднем сезоне, а портовал о рекордных продажах. Рождественские продажи выглядели весьма здоровыми, пока не ясно, что могло так сильно испортить или исказить динамику. Однако стоит вспомнить одно важное событие, которое терзало экономику США почти месяц, включая часть декабря. Это остановка правительства. Согласно данным Bank of America, внеплановый отпуск в госслужащих сильно ударил по их склонности к потреблению. Вот здесь видно, склонность к потреблению у работников во всех секторах США, а также работников, занятых именно на государственной службе. И видно, что остановка правительства сильно отразилась, создала очень сильный эффект в потреблении именно у госслужащих. Вероятно, это произошло из-за возникшей неопределенности в доходах, так как Трамп подписал постановление о денежных компенсациях за период остановки правительства. Поздно, в январе, число пострадавших от остановки работы правительства оценивалось в 300-800 тысяч человек. И сюда можно включить, точнее добавить, косвенно затронутые домохозяйства, которые, например, получали трансферты от правительства, которые, соответственно, были задержаны, и талоны питания и так далее. Мрачные продажи, вероятно, заставят сейчас Трампа тщательно обдумывать варианты шантажа и вымогательства денег на строительство стены у правительства, ведь удар по экономике оказался весьма чувствительным. Если включать данные о розничных продажах в ВП, а их доля в ВП очень большая, то рост в ВП за четвертый квартал прошлого года теперь будет находиться в диапазоне 1-1,6%, а не 2-2,5%, как ожидалось ранее. Советник Трампа Ларри Кудло уже успел заявить, что в данных произошел сбой, а также сообщил, что часть падения как раз-таки обязана остановке правительства. И это высказывание не идет совершенно в поддержку Трампа. И вот такая откровенность, она еще раз может указывать на корректность данной причины замедления. Вялая реакция доллара вчера на данные скорее указывает на скептицизм участников рынка относительно правдивости, относительно достоверности данных. Бюро переписи США, в свою очередь, похоже, теряет на некоторое время доверие участников рынка. Щедрость Ларри Кудло вчера в интервью касательно сведений по торговым переговорам и щедрости в кавычках говорит о том, что переговоры, похоже, что зашли в тупик. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.